Он в больнице был, где особенные дети, и потом через несколько уроков он уже чуть-чуть смотрел в меня глаза и уже досмотрелся, что он уже пошел в садик. Да, в обычный садик. Продолжение следует... Когда мне было 8 лет, я увидела панком, сразу понравилось, попросила позаниматься на нем, дотронулась звуком и влюбилась в этот инструмент. Также я начала заниматься на барабаны, на акулеле, еще тоже пою, и любила придумывать произведения. Когда я увидела, что мама занимается не особенно моими детьми, мне так понравилось, что захотелось их учить. На панты, на инструменты, которые я знаю. Мне очень их понравилось, потому что они такие, у них есть талант. Я их учу, они уже запоминают, и мне очень понравился их талант, и я смотрю, что им больше всего нравится. И когда я смотрю, я уже их учу, это инструмент, если умеет в этом играть, я их учу. И вижу, какой у них большой талант, и очень нравится. Например, у мамы есть ученик, я смотрю, я думаю, это мама играет на пианино, но я смотрю, это не особо, потому что мальчик играет на пианино, как большой. Мальчик не умеет разговаривать, он умеет только играть. Да, у каждого есть талант, и мне очень понравилось это. Так и мне захотелось тоже помогать маме и учиться. Расскажи, пожалуйста, мы уже сегодня говорили, что ты много делаешь с инструментами разными. Твой инструмент, вот расскажи всем, что это за инструмент, ведь он очень редкий, его не очень часто увидишь ни на сценах, ни на других музыканах. Расскажи, пожалуйста. Я называю его как летающая тарелка, и мне очень понравилось. У меня тут тоже есть три планетарина, первое, второе, третье произведение, которое я придумываю. Я очень люблю придумать собственные мои песни. Это новый инструмент, и мне очень понравилось это. Мне больно, это как телефон, железный инструмент, это из барабана, как барабанный инструмент. И ты играешь, типа, звук очень красивый. Тут тоже есть эхо, это еще красивее. А на нем трудно играть, или каждый может научиться? В самом начале, может быть, да, трудно, а потом уже легко. В начале трудно, потому что, а почему? Ну, потому что тяжело, и стукаешь, например, в самом начале, может быть, у меня так получилось. Да, такой глухой, да, некрасивый звук, а как-то надо по-другому. Ну, у меня как-то я так хлопнула сильно, и такой красивый звук. Чуть-чуть было больно, когда я была в бане, но сразу хотелось учиться, чтобы не было больно и красиво. Шелия, а ты же вот с детьми работаешь, потому что я знаю, я видела твои видеоролики, вот впервые мы сегодня знакомимся. И я обратила внимание, детям очень нравится этот инструмент, потому что от него длинный звук, да, прямо вот акустика вот эта, которая приятно радует. Расскажи, у тебя есть какое-то вот знание о том, вот что ты должна дать ребенку, с которым ты работаешь? Какое-то ощущение, передай свою методику. Не знаю, я очень люблю дети, так я люблю их учить. И по отдельности, это все есть группа, так тяжеловато узнавать каждого. А когда по отдельности, легко узнавать, и я с ними играю, и узнаваю их, и думаю, как легче с ними делать. Сколько вам лет, Женя? Мне 14 лет. Она регулярно, раз в неделю, где-то 5-6 деток помогает в нее вести. Есть у тебя свои любимчики, которые быстро обучаются, или наоборот, дело не в том, как быстро. Да, есть много, которые меня любят, и ищут меня в комнатах, и хотят, да, чтобы я их научила на банках. Привет! Вы попали в йогу для детей. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube и на мой Instagram, ShadyYogaMusic. И сейчас начнем, скажем привет. Давай, возьми, палочку, и я. Поднимай! Сейчас, подожди, хвост мой, давай, Катя. Поднимаем ручки, высоко-высоко-высоко, намасте, привет! Поднимаем ручки, высоко-высоко-высоко, намасте, привет! Сейчас начнем. Я Павлин, а ты? Я Павлин. Да, и сейчас, знаешь, что, как делаю Павлин, сейчас поставлю сюда, на эти карелки волшебные. Волшебные. Хорошо с ними. Да, вот, например, я замечала, например, ты любишь, вот, тебе захотелся укулелин, и смотри, какой учитель, например, не очень такой учитель, тебе как-то не нравится больше на укулеле играть. Не нравится, да, допустим, на укулеле. А если не какой-то учитель, прямо вау, не знаю, как это объяснить. Друзья, да, рекомендации всем, ищите учителей, которые нравятся вашим детям, и тогда это будет залог успеха у ребенка. Я, например, это похоже на летающую тарелку, так я могу, например, сыграть второй планетянин или третий, кто-то, что-то пишет. Каждый, это посвящение какой-то планете или звезде, о чем это говорит? Это просто, когда я увидела, что, не знаю, в самом начале я не видела, я думала, как все, кастрюля, все называют это кастрюля. Летающая, не, поздно на летающий объект, да, тарелка космическая. А потом я поняла, что это летающая тарелка, сразу бы хотела проопланетянина придумать. Да, придумаю, расскажи нам, напиши. Так, например, вот песня одна. Тарелка космическая. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...